Ну и довольно много было нарушений правил, то о чем я уже говорил в течение первого тайма и второго тоже в принципе. Итак, вот они моменты матча, видим насколько они были опасны у Тами и у Анжи. Ну первый тайм был довольно скромный по моментам, по сути их не было. Это гол, который забил Панченко, получив мяч в центральном круге он пробежал практически все поле. И провел с линией штрафной в угол ворот Михаила Киржакова. Плохо сыграла опорная зона у Анжи, которая не встретила Панченко в этой ситуации. Так все стало 1-0 на 41-й минуте матча. Кости вышли вперед. Тайм второй моменты были у Анжи. Много было суеты, конечно, но попытки были. Были и были даже шансы. Вот здесь хорошая игра Вашика. Здесь удар Ахмедова и снова великолепно играет голкипер Вашик. Это еще один шанс уже. Удар Бурмистрова головой не самый точный. Были моменты и у Томска. А это гол, который был забит. Комков, конечно, не без доли везения, но сумел момент реализовать. Снова отмечу, что Жусели сыграл неплотно с соперником, поэтому Комков было довольно комфортно развернуться и пробить слева ноги в дальний угол. И Киржаков тоже здесь оказался бессилен. 2-0. И после этого у Анжи совсем стало мало шансов. Конечно, старались махачкалицы, пытались в момент реализовать. Вот это, наверное, самый яркий эпизод за всю игру, когда Максим убегал с правого фланга 1 на 1, но не сумел переиграть. Вашико, снова говорим, браво, вратарил Томи. Это был эпизод с очередным ударом Ахмедова. Старался футболить сборную Узбекистана, но тоже был бессилен. В итоге 2-0 победа Томи. Поздравляем Томск с победой, поздравляем с важнейшими тремя очками. Команда теперь, как я уже говорил, себя более комфортно чувствует в турнирной таблице. Ну а что касается Анжи, то Анжи остается на последнем месте. У Томска теперь очков 15. У Анжи остается 7 баллов после 18 туров. Это, конечно, для Анжи весьма печальная информация. Ну а Томичам браво. Они показали, что если команда сплоченная, то все может получиться. Можно выйти из самой сложной ситуации. Для вас игру комментировал Нобеля Рустамян. До скорых встреч на матчах чемпионата России по футболу. Идет середина тайма. Очень ровная игра обеих команд. Ну вот, внимание, мяч в штрафной площадке. Опасный момент, удар. Давай! Штанга! Ребята! Еще удар! Штанга! Добивание! Есть вещи, за которые стоит переживать. Остальное дело страхования. Девушка! А вы застрахованы сегодня вечером? Аккумуляторы премиум класса Веста. Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Веста. Pretty powerful. Как будет выглядеть бизнес-класс в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над «и» расставлены. Новый Hyundai i40. Бизнес-класс. И точка. Русская радио. Русская радио. Все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, друзья. Мы с вами в замечательном, очень красивом, я бы даже сказал, колоритном городе Казани, где уже зима вступила в свои права. Холодно, но это не значит, что при такой температуре футбол нужно куда-то девать на самые дальние полки. Нет ничего подобного. Рубин принимает Амкар в таких достаточно сложных погодных условиях, но это, извините меня, уже зима. Второе декабря и центральный стадион в городе Казани. Рубин-Амкар. Противостояние исторически очень сложное, интригующее, не всегда результативное, но не лишенное определенной интриги. И, несмотря на разницу в местах в турнирной таблице, все равно представляющие интерес. Рубин уже участник Еврокубковой весны, Амкар только стремится в Еврокубке. У них уже была проба пера давным-давно, в году 2009, когда их выбило из Лиги Европы фунхом. Но вот сейчас команда Станислава Черчесова потихонечку приближается к Еврокубковой зоне. И сейчас, занимая седьмое место в турнирной таблице, совсем ненамного отстает даже от лидера чемпионата России. Вот такая сегодня история в нашем первенстве. Все, что угодно может быть и совершенно непонятно, чем все закончится. Целая группа команд претендует не только на Еврокубке, но и на чемпионство. Сегодня, 2 декабря, состоялась пара матчей. Анжи у себя дома проиграл Томи, и уже в шестом матче подряд команда Гаджи Гаджиева не может забить. Ну а Томи одерживает еще одну победу, еще одну гостевую победу. А Ростов и ЦСКА сыграли 0-0 в матче, который, в общем, мог закончиться победой как той, так и другой команды. Была, в общем, и в этом матче определенная интрига, учитывая, что и Ростов тоже в этом сезоне изрядно пошумел на старт. ЦСКА же изрядно пошумел в середине сезона, в середине осени, когда не мог долгое время выиграть. Однако уже вернулся в борьбу за чемпионство. Обратите внимание на турнирную таблицу. Зенит на первом месте, Локомотив параллельно играет свой матч, и у них со Спартаком одинаковое количество очков. Ну и дальше ЦСКА, Динамо, Краснодар и все тот же Амкар. Ростов как раз Амкар и подпирает, но отрыв седьмого места от восьмого все-таки довольно-таки приличный. Целых две победы. Внизу турнирной таблицы, она нас тоже интересует. Рубин расположился на непривычном для себя одиннадцатом месте. И у них всего четыре победы и большое количество ничейных результатов. Больше только у крыльев советов. Вот такая история. Не с самой низ турнирной таблицы интересует нас по стольку поскольку. Надо полагать, Рубин до него все же не доберется. Ну а теперь самое время передать слово нашему коллеге и корреспонденту Айрату Шамилову, который поделится последними новостями, что называется, от кромки поля. Да, здравствуйте. Нужно обязательно сказать про это самое поле, которое, несмотря на время года, несмотря на то, что еще в середине недели Рубин играл в Лиге Европы, находится, ну, можно сказать, в идеальном состоянии. С учетом того, что, повторюсь, 2 декабря на дворе сейчас и в Казани два дня подряд шел такой серьезный снегопад. Но погода, опять же, во второй раз подряд, потому что в четверг было примерно то же самое. Был сильный снег днем, но перед самым матчем, минут за 40 до игры, снег резко прекратился, как будто бы погода сверила свои часы вместе с клубом, вместе с футбольными командами. И перестал идти, поэтому, в принципе, сейчас находиться на стадионе достаточно комфортно. Здесь нет ветра, закончился снег и достаточно приятная картинка. Разве что, если не обращать внимания на абсолютно пустые трибуны, которые, наверное, сегодня в Грубине все-таки поставят очередной рекорд со знаком минус по части посещаемости домашних матчей. Ну, вот есть такая, к сожалению, тенденция. Что касается команд, то вот сейчас на стадионе, прямо сейчас идет ролик, в котором вспоминают о том, что Саламон Рандон наконец-таки появился на поле. Это было в предыдущем матче в Лиге Европы. Он сыграл 30 минут. Сегодня его стартов в составе нет, но он есть в заявке. И, вероятнее всего, также появится к радости, конечно же, казанских болельщиков, которые в первую очередь связывали все последние неудачи команды именно с тем, что Саламон Рандон не мог играть и пропускал эти матчи. Также болельщики, конечно, ждут от Рубина, как говорят, победы в двух ближайших матчах. И ждут причем не только болельщики, но и, наверное, совет подпечителей, который должен состояться до Нового года. Но в Рубине, в принципе, в этом плане могут перенести и на январь, пометуя о трагических событиях в Казани. И сейчас, возможно, просто руководителям республики, руководителям клуба, наверное, где-то не до проблем футбола. Вот это все пока что перед матчем. Ну а теперь, наверное, самое время переместиться к составам. Тем более, что они вот на ваших экранах. Называть, наверное, все-таки в этом, наверное, нет никакого смысла. Вы в любом случае увидите их. А все-таки поподробнее о них мы поговорим, когда уже команды появятся на поле. Ну и, конечно, несколько фамилий, вполне возможно, вам не знакомы. О них мы тоже обязательно скажем. Всему свое время. Главное, что в Рубине Курбан Бердыев по-прежнему главный тренер. К главному, извините за тавтологию, достижению Рубина мы будем периодически возвращаться. Это участие в Еврокубковой весне. Ну а тем временем мы заглядываем в раздевалку Амкара. Сегодня эта раздевалка будет в единственном числе, потому что в раздевалку Рубина исторически никого не допускают. Это требование Курбана Бердыева. В этом с этим связаны всевозможные суеверия. Естественно, футбольный люд в этом смысле очень тонко подходит к такого рода вещам. Поэтому можно в эту степень сделать исключением. Действительно, раздевалки Рубина мы не видели никогда. Крайне мере, в последние несколько лет точно. Футбольный клуб Амкара вот так приезжал к стадиону Центральный в Казани. Амкар против Рубина, противостояние для Рубина в последние годы, причем в домашних матчах, чрезвычайно сложное. Последняя победа датирована достаточно серьезным годом. В том смысле, что это было довольно-таки давно. Ну а Амкар в то же время, в основном, выбирая очки у своего принципиального соперника, тоже старается не только сыграть ничью, но и победить. Это им не раз в Казани удавалось. Мартин Якубко. Вот он пробежал мимо наших камер. Ну и здесь есть также футболисты. Там был самым первым, чуть не первым, выскочил из автобуса Томаш Фибелл, центральный защитник Амкара. Он сегодня в стартовом составе под 97-м номером. Один из самых колоритных игроков нашего чемпионата. Ну и обратите внимание, что в воротах Амкара на Рубин. И это тоже в какой-то степени событие, потому что периодически на Рубин выбывает из состава команды Станислава Черчесова. Однако сегодня он снова в стартовом составе. Кроме всего прочего, в запасе остался Пикущак и Васильев. Ну Пикущак в запасе это обычное дело. Вот Константин Васильев в запасе это дополнительный джокер, чтобы как-то разнообразить игру, если вдруг что-то пойдет не по плану. Ну а теперь давайте отправимся, отвлечемся вернее даже, на рекламу. После чего отправимся уже непосредственно в матч между Рубином и Амкаром. Агентство спортивных новостей AirSport. Это последние новости, лучшие кадры матчей и фотоистории, видеосюжеты и обзоры матчей, уникальная инфографика и подробная статистика. AirSport.ru Готовься к победам! Амедиа Премиум. Телеканал лучших сериалов планеты. Игра престолов. Во все тяжкие. Настоящая кровь. Подпольная империя. Родина. Американская история ужасов. Дневники Кэрри. И еще 50 лучших сериалов планеты ждут вас на Амедиа Премиум. Премьеры одновременно США. Подключи телеканал Амедиа Премиум у своего оператора платного ТВ. Русская радио. Русская радио. Все будет хорошо. Как будет выглядеть бизнес Клаза в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над И расставлены. Новый Hyundai i40. Бизнес-класс и точка. Hyundai. Аккумуляторы премиум-класса Vesta. Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Vesta. Pretty powerful. Верьте в чудеса. С мобильным интернетом от МТС за 2 рубля в день. Желания исполняются. Дима? Мобильный интернет за 2 рубля в день от интернет-лидера страны. Ни голод. Ни хляби небесные. Ни стихийные бедствия. Ни злой рок. Ни коварство любви. Ни сила обстоятельств. Ни дружеский долг. Ничто не сможет разлучить вас с футболом. Для вас мы включили прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу в мобильное ТВ от МТС. МТС. На шаг впереди. Идет середина тайма. Очень ровная игра обеих команд. Вот, внимание, мяч в штрафной площадке. Опасный момент удар. Давай! Штанга! Ребята! Еще удар! Штанга! Добивание! Добавил! Есть вещи, за которые стоит переживать. Остальное дело страхования. Футболеры. Да я машину лучше вожу. Все, с Богом пойдем. Ну что ж, тогда и мы с Богом. По трибунное помещение это всегда такое тайное место, в котором можно что-нибудь подслушать, подсмотреть, ну и, конечно, подметить. В этой ситуации мы видели обращение капитанов к арбитру, ну и само по себе событие достаточно любопытное, просто по-житейски. Согласитесь, не каждый день слышишь, как футболисты общаются с арбитром. Тем более, что они вот буквально так близко к нам с вами находятся. Это я, прежде всего, обращаюсь к телезрителям, а не к зрителям, которые сегодня в небольшом, прямо скажем, количестве присутствуют на трибунах стадиона. Центрально. Под марш блантера. Команда выходит из-под трибунного помещения. У Амкара очень красивая такая гамма цветов. Классический белый верх и белый низ. И посредине черный. Такая в какой-то степени даже скопированная с классических цветов сборной Германии. Но начнем мы все-таки с расстановки и состава Рубина. Расстановку видите, о составе я говорю вам следующим образом. Итак, под первым номером Сергей Рыжиков, Галкипер. Пятый номер Соломон Кверквелия. Двадцать пятый Иван Маркано. Семьдесят шестой Роман Шаронов. Он капитан команды. Семьдесят девяностый Ян Мвила. Шестьдесят шестой Биброс Натхон. Восьмидесятый Александр Рязанцев. Седьмой Владислав Кулик. Пятнадцатый Сергей Кисляк. Десятый Дмитрий Торбинский. Это вот такая группа полузащиты. С пяти человек и Сердар Азмун. Центральный нападающий номер шестьдесят девятый. В команде Курбана Бикиевича Бердыева. Именно эти футболисты вышли на поле в стартовом составе. Ну а Станислав Соломонович Черчесов выставил следующих игроков. Итак, в воротах Сергей Нарубин номер сорок второй. Дмитрий Белоруков в защите. Двадцать первый номер он капитан этой команды. Томаш Фибел номер девяносто седьмой. Томас, поскольку он француз. Двадцать второй номер Андрей Семенов. Четырнадцатый Захарий Сираков. Девятнадцатый Александр Коломейцев. Девятый Благо Георгиев. Седьмой Георгий Беев. Януш Гол номер пятый. Максим Канунников первый нападающий девяносто девятый. И другой нападающий двадцать шестой. Мартин Якубко. Арбитр сегодняшнего матча Алексей Яськов из Москвы. И ваш комментатор Роман Нагучев. Все готово к началу этого матча. Ну и Алексей Яськов, естественно, его статистика на ваших экранах, уже готов дать стартовый свисток. Там неподалеку от него Владислав Кулик. И все. Начало матча. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям, которые адресует Рубину Диктор по стадиону в связи с выходом в плей-офф Лиги Европы за тур до окончания группового турнира. Рубин перед началом этого сезона ставил действительно очень серьезные задачи на Еврокубке. И Александр Рязанцев, в частности, говорил, почему бы не выиграть Лигу Европы. Такая задача стоит в одном из интервью программе 90 минут плюс. Он упоминал об этом. Причем даже несмотря на то, что Рязанцев, в общем, эта фигура для Рубина такая очень интересная, поскольку ходят постоянно разговоры о его уже чуть ли не свершившемся переходе в питерский зенит зимой. Но даже без Рязанцева Рубин способен на многое. Хотя о возможных зимних переходах не только приметно к Рязанцеву говорят. Подача. И Ян Вила головой отдает мяч Сергею Рыжику вот в такой непростой ситуации. Хотя специально, наверное, отдать такую передачу просто невозможно. Курбан Бердеев, главный тренер Рубина. Чуть ранее вы видели главного тренера Амкара Станислава Черчесова, который придумал очень интересную команду. И Амкар матчами, в частности, против Кубани и гостевом, и домашним буквально влюбил в себя, наверное, новых болельщиков. Так можно говорить о команде, которая ярко играет против одного из завсегдатаев верха чемпионата России. Ну и вот теперь сам Амкар. Этот самый завсегдат. Маркану. Против него здесь Коломейцев. И Мартину Якубка досталась, хотя, похоже, сам Якубка правила и нарушала. Роман Шаронов здесь общается с Мартином. Белоруков движется с мячом. Длинную передачу выдает капитан Амкара. Беев. Подача. И здесь с голосом выходит Сергей Рыжиков. Забирает мяч себе. И тут же ждет, когда партнеры побегут вперед. Не торопливо Рубин отправляется в атаку. Обращаю ваше внимание, что сегодня в стартовом составе в качестве нападающего вышел Сердар Азмун из Ирана. А вот Хосе Соломон Рандон, который недавно только пережил тяжелую травму в запасе под 99-м номером. И в матче Лиги Европы он выходил на поле. Даже создал несколько опасных моментов. И вот в сегодняшнем матче тоже может усилить игру. Вообще несколько футболистов, которые действительно могут ее усилить. Без иронии можно это говорить. Рубин не обладает довольно приличной скамейкой запасных. Однако целая группа футболистов могут усилить игру. Эти футболисты не попадают в стартовый состав в последнее время. И это в первую очередь касается Романа Еременко, который еще недавно был лидером полузащиты Рубина, а сейчас выходит в основном на замен. Семенов. Фибел. Здесь Белоруков и делал передачу направо. Амкар сейчас в атаке. Передача в одно касание. Пеев как будто бы этого не ожидал. А Маркану наоборот был в этой ситуации более внимательным. И спокойно этот пас перехватил. Вот он Роман Еременко на ваших экранах, о котором я только что сказал. И Томаш Фибел снова оказывается первым на мяче и снова вроде бы обезоруживает Рубин. Однако Рубин перемещается очень медленно, вдумчиво на чужую половину поля. Торбинский получает по ногам Дмитрий. Вот все того же Белорукова и Александра Рязанцев. В ваших экранах это именно ему здесь досталось. Удар от ворот, судя по всему. Биброс Натхо, еще один футболист, о котором говорят, как о футболисте, который, скорее всего, весной в Рубине играть уже не будет. Ходят слухи, причем довольно-таки настойчивые. И немецкая пресса тоже об этом говорит, что Натхо, дескать, одной ногой в футбольном клубе Шальке 0-4. Очень любопытно будет понаблюдать за этим футболистом в новых для Натхо условиях, условиях Бундеслиги. Кулик. Фибел. Вездесущий Фибел и в центральном круге может встретить. Мало не покажется. Азмун. Борцы за мяч и ранец. Но в итоге мяч футболисты Рубина на мгновение потеряли. Еще и правила вдобавка всему нарушили. Посмотрите, как реагирует жестко на все это Дмитрий Торбинский. Ясков его подзывает и не разрешает пока разыгрывать стандартное положение. Не было вообще никаких оснований к такой грандиозной тираде Дмитрия Торбинского. И, конечно, здесь определенную воспитательную работу нужно провести. А мне кажется, вообще необходимо показать желтую карточку за то, что вот так вот себя ведет Дмитрий. Причем в ситуации, когда он действительно неправ. Досталось по ногам здесь Пееву. И Торбинский довольно жестко принял полузащитник своего оппонента на левом краю. Якубка прошел дальше. И тут уже Шаронов обезвреживает атаку Амкара. Пас в край. Все тот же Азмун. Правда, у него не очень много человек в поддержке. И все, что он в итоге сумел сделать, а это не мало, заработать аут. Станислав Черчесов пока очень спокойно расхаживает по технической зоне. Но я много раз видел воочию, как Станислав Черчесов себя ведет, когда он недоволен. В его руках неожиданно появляется бутылка с водой, которая путешествует по всей Бровке. И иногда даже может попасть в корреспондента у Бровки. Так что я в этой ситуации не завидую своему коллеге у кромки поля. В меня много раз попадало, признаюсь честно. Еще когда Черчесов был тренером Терека. Из-за боковой ведут в игру мяч футболиста Амкара. Здесь чем-то недоволен Томаш Фибел. Но действительно игра не очень быстрая. И даже Еськов на седьмой минуте просит игроков поторопиться. Курбан Бердеев, несмотря на довольно приличный холод, и я почти уверен, что ноль, который официальная температура показывает, все-таки не окончательная и по мере приближения ночи температура будет только уменьшаться. Однако Курбан Бердеев при всем этом остается уникальным в этом смысле тренером, потому что он всегда вот в этом самом пиджаке. Есть еще другой счастливый пиджак, с которым Курбан Бердеев играл Барселону. Но его он в последнее время не одевает. Возможно, бережет для более важных матчей. На четырех автобусах приехали болельщики Амкара. Вообще отношения между болельщиками Рубина и Амкара, прям скажем, не соседские, не товарищеские. И Константин Генич, который выступал в Амкаре, он много рассказывал о уникальном в какой-то степени отношении. Казань и Пермь находятся по отношению друг к другу не рядом географически, довольно далеко друг от друга. Тем не менее, вопреки вот такой логике, противостояние это между болельщиками действительно огненное. Рязанцев. Это благо Георгиев, перебравшийся в Амкар прошлой зимой. Семенов. Нет, нельзя подходить 10 метров вперед. Ясков в очередной раз делает Семенову замечание. Вот второй номер бросает за боковой. Якубка. И дальше уже Шаронов просто одним касанием запускает вперед. Иранца Азму. Пеев. Против него Маркану. Никаких проблем у Ивана включение Пеева не вызвало. Однако из-за боковой вбросит все-таки Гостя. Пеев. Снова Пеев. И теперь уже длинный пас в сторону Канунникова. Проигрывает верховое единоборство Максим. В штрафной площади меж тем его партнер по команде Захарий Сираков. И удар от ворот. Пока ничего путного не придумали команды за эти 9 минут 10 секунд. Ну, возможно, сейчас силы уходят на то, чтобы привыкнуть к погодным условиям и вообще к достаточно вязкой игре Рубина. Прежде всего, потому что все-таки матчи с участием Рубина в этом сезоне не всегда отличаются скрометным футбольным действием. Это касается и чемпионата России, и Лиги Европы, где вообще прагматизм победил все. И Рубин вот так вот тихонечко вышел из Лиги Европейской группы. Белоруков. Сираков. Запускает мяч вперед. Здесь его соотечественник Пеев, который не имел шансов пойти на эту передачу продуктивно. И 0-0 на фоне Курбана Бердыева. А это Благо Георгиев. Один из тех, на кого возложена функция организатора. А так Амкара. Вот Дмитрий Белоруков, капитан Амкара. Это Александр Рязанцев, который, кстати, в качестве капитана Рубина выводил несколько раз свою команду на поле. Владислав Кулик. Семенов запускает Якубка в атаку, но у Мартина не получилось обработать сложный мяч. Черчесов недоволен, что-то говорит Семенову. Может быть, что-то сказала Якубка по пути. Шаронов. Шаронов. Азмун не смог зацепиться за мяч, но чуть ранее было нарушение правил со стороны футболистов Амкара и Яськов. Спокойно нарушение правил со стороны Томаса Фибела зафиксировал. Двумя руками оперся о спину, и поэтому, конечно, фон здесь был совершенно очевидный. Двенадцатая минута. Передача в чужую штрафную площадь в исполнении кого-то из игроков Рубина. И очень уверенно играет на Рубин. Белоруков. Фибел показывал сторону свободного Семенова, но игра переместилась на правый, а не на левый край. Сираков. Пеев оставляет мяч Захаре Сираковой. Сам бредет туда ближе к штрафной площади. Аут в пользу Амкара. Сергей Рыжиков всегда очень активен в воротах. Все время что-то говорит, чтобы не происходило на поле. И таким образом держит в тонусе и себя, и своих защитников. Пас направо. Подача не получается у Пеева. Но есть еще одна попытка. Теперь из-за боковой вбрасывает другой болгарин Пеев. Или нет? Все-таки здесь у вброса мяча из-за боковой есть свой, что называется, игрок. Хранитель аутов на правом краю. Захарий Сираков бросает из-за боковой. Бросает недалеко. Бросает не точно. Однако мяч остается у Амкара. В опорной зоне один Семенов. Можно налево сыграть. Он и играет. Канунников. Передача слишком. Мягкая она получилась. И футболисты Рубина справились с ней играючи. Фибел встречает игроков уже у центрального круга. Однако в контратаке это то, что нужно Рубину. Рязанцев налево. Здесь поддерживает наступление Торбинский. Против него Сираков и Беев. Передача. Рязанцев простреливал. И первый в сегодняшнем матче угловой зарабатывает Рубин. Сергей на Рубин. Кулик. Не точно получился пас. И из-за боковой теперь уже вбросят футболисты Рубина. 15 номер Сергей Кисляк. Кисляк, Азмун. Схитрился и пошел вперед. И против него Фибел нарушил правиль. Вообще довольно интересный футболист. Этот самый Азмун. Он уже забивал в нынешнем сезоне воротом Махачкалинского Анжи. В том матче, в котором Рубин здесь победил со счетом 5-1. И вот Азмун отметился последним голом в этой встрече. Томас Фибел. И вот Сергей на Рубин. Снова нам показывают его крупно. Снова он руководит обороной своей команды. Снова стандартное положение у его ворот. И Рубин потихонечку закрепился, как говорят в хоккее, в зоне соперника. Подача. Не опасно получилось. Торбинский здесь фалит. И здесь уже с арбитром не спорит. Но здесь было видно, что у Торбинского никаких шансов забрать мяч не имелось. Поэтому он шел на фолл сознательно, чтобы Канунников не начал атаку Амкарова. Из-за боковой вбросит Рубин. К неудовольствию Канунникова, который разводил руками и возмущался в голос неподалеку от эфирного микрофона. И длинный пас вперед. Владислав Кулик. Скамейка запасных Амкара. Напомню, что по появившимся в этом сезоне правилам можно заявлять чуть ли не 12 человек. Оба тренера заявили 10. В нынешнем сезоне у Анжи была комичная ситуация. Выход в этот переходный период. Когда из шести игроков, которые сидели на скамейке запасных, было два вратаря. Шаронов. Не получилась передача у Торбинского. Больше того, видимо, и аута тоже не будет. Сираков выбивает мяч подальше. Но здесь уже Иван Маркана, который переводит атаку в середину. Здесь Мвела, толкает его в спину. Еще один стандарт. Мартин Якубко постарался. Вышли! 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 Азмун укротил мяч. Смотрите, и Натхо получил передачу. И сам Азмун пошел в атаку. А у Натхо нет других продолжений, кроме как пас вперед. И он все-таки вырезает эту передачу. А дальше уже Александр Рязанцев не смог сделать точный пас. Оборона Амкара не подвела. Кисляк в одно касание от Натхо. Натхо дальше на Кисляка. Кисляк к Кулику. Кулик пошел дальше. И по-прежнему движется с мячом. А вот навес получился невразумительным. Мяч полетел куда-то в сторону эмблемы Рубина. 0-0 пока. 18-я минута. Станислав Черчесов пока что не шибко эмоционален. Но надо полагать, гостевая ничья с Рубином стратегически весьма неплохой результат. С другой стороны пока совершенно непонятно, что придумает та или другая команда. Вот Амкар в очередной раз ошибается. И снова это неплохая предпосылка для контратаки. Натхо. Передача. Устремляется к мячу 69-й номер Азмун, который очень активен в атаке на первых минутах. Против него Томас Фибил. И именно он забирает мяч у нападающего. Благом. Канунников сюда пришел отобороняться. Но вот так вот Рубин не особо усердствуя сумел отобрать мяч. И снова Блага. Теперь уже простой такой тривиальный вынос в центр поля, где Шаронов и Маркано спокойно забирают мяч себе. И снова Рубин в своей атаке, которую, наверное, и атакой ты не назовешь. Передача через несколько линий. В хоккее сказали бы, что через две. И ничем это начало выступления не закончилось. Здесь Натхо говорит, что Блага сыграл рукой или подыграл себе рукой. Но это уже заигранный эпизод, который в данной ситуации ничего не определяет. Якуб Кам поборолся за мяч вверху и отвоевал его для Канунникова. Максим входит в штрафную площадь, обыгрывает своего соперника, бьет в ближний угол и грудью отражает мяч Рыжиков. Соломан Квирквелли ошибся в этой ситуации. Довольно-таки простой для себя. И позволил Канунникову войти в штрафную площадь. Канунникову войти в штрафную площадку. Сираков. Беев. Белоруков и Томас Фибел. Семенов. Снова его длинная передача. Пока что все они безопасны для Рубина. Но вот Квирквелли подарил мяч Канунникову. И здесь Шаронов и Рыжиков вроде бы вдвоем помешали нормально пробить или прострелить Канунникову. По-прежнему 0-0. Но вот Анкар создал первый по-настоящему опасный момент в этом матче. Не без ошибки обороны Рубина. Кулик. Вилам. Благо. Неудобная для ее кубка передача. Но Фибел тут как тут. И снова не дает нападающему Рубина зацепиться за мяч. Фибел пока хорош. Интересный на самом деле защитник. С непростой судьбой. В том числе и футбольной. Ну и вот добрался до чемпионата России. И серьезно закрепился в составе команды Станислава Черчесова. Нет положения вне игры. И передача получилась довольно-таки удобной. Рязанцев разгоняет атаку через правый край. Пошел в обыгрыш. Фибел его встречает. И длиннющий своей ногой пытается добраться до мяча. Почти получилось. И здесь вообще без фола отобрал. 22-я минута. Счет 0-0. Подсказывает Фибелу, что мяч вообще-то рядом с ним. Фибел не обращает на него никакого внимания. И с кем-то там обменивается жестами. Вот только в последний момент обратил. Налево. Семенов. Осторожно, но подключается к атаку Семенов. Не только длинным пасом, но и сам тоже. Может при случае приблизиться к чужой штрафной площади. Перевод мяча в середину. Штрафного здесь не будет. Отобран мяч чисто. И снова Рубин отправляется в контратаку. Азмун, правда, не смог пойти вперед. Обязательно выбирайте лучшего футболиста матча в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте голосовать. И по итогам этой встречи мы выясним, кто же, на ваш взгляд, лучший игрок матча. Результаты бывают, прямо скажем, самые забавные. Но, надо сказать, что вполне себе справедливый парал. И чаще всего. Азмун получил по ногам. Но Белоруков, мало того, что мяч попал ему в руку, так еще и в брутальном таком хардкорном отборе. Забрал мяч у Азмун. Кстати, что и важно, без нарушения правил. Чистенько, жестко сыграл капитан Амкара. 24-я минута. Между тем... Нарубин делает длинную передачу. Здесь Якубов боролся за мяч с Соломоном Кверквелли. Семенов, наконец-то, пришел прямо к чужой штрафной площади. И здесь задержался на какое-то время. Потому что Амкар будет вбрасывать из-за боковой еще раз. Семенов. Матхов был мяч о штрафной площади вместе со своим коллегой. Ну, а тут уже у Азмуна не получилось зацепиться за мяч. И удар по воротам. И рикошет. И угловой теперь у противоположных ворот. Януш Гол пробил. Но до гола там было метров 5, наверное. Мяч в сторону от ворот полетел. И рикошетом от капитана Рубина Романа Шарона. Будет подача. Благо Георгиев. Мастер стандартных положений. 1-1 по угловым подачам. Фибел пришел. Он по части подключения к стандартным положениям. И в частности к угловым. Большой, как мы знаем, мастак. В Санкт-Петербурге в игре против Зенита. Именно Томаш Фибел забил очень важный для Амкара мяч. Та игра в Санкт-Петербурге стала одной из лучших для команды Станислава Черчесова в нынешнем сезоне. Рыжиков. Длиннющий даже не вынос, а пас в сторону Кулика. Владислав здорово обработал мяч у Бровки. Азмун. Рязанцев. Им вела. Очень спокойно обыграл своего соперника и подключает по левому краю Кверквели. Оффсайт. Вложение вне игры. Сердара Азмуна. Но офсайт, вы знаете, довольно спорный. Нарубин. 56% владеет мячом Амкар. Это не должно никого удивлять. Игра Рубина построена на контратаках. И они, отдавая в какой-то степени инициативу сопернику, изо всех сил стараются подгадать момент, когда свою вот эту фирменную атаку или контратаку можно будет провести. Пока такой возможности не было. Рубин и Амкар примерно равны в сегодняшнем матче. И если так забыть, что игра проходит в Казани, хозяев от гостей отделить на глаз будет невозможно. Вилам в одно касание играет налево. Здесь Кулик. У него есть необходимое пространство для маневра. Против него Белоруков. Один в один Кулик может обыграть кого угодно. И вот сейчас вынуждает Белорукова сфалить. Штрафной удар. Штрафной удар. Вячеслав Кулик. подача очень неудобный для горки для голки первым мяч стал пикировать в последний момент и никого не задел могло быть опасно подача пережена границу штрафной площади не получилось однако атака продолжится посредством аута как-то давно с владиславом батурином мы комментировали игру между почившим сатурном и там при счете 5-0 в пользу рубина курбана берды его было такое же точное выражение лица как и вот сейчас при счете 0 если по строгислому черчесову еще можно что-то понять то по курбану берды его совершенно ничего белоруков понял что вперед некому отдавать и вернул сергею на рубин фибел не торопится рубин не торопится и амкар у них тоже будет обязательно свой момент но и в конце концов у них есть футболисты способные усилить игру в атаке если вдруг это потребуется первый из них это конечно константин васильев один из самых ярких игроков чемпионата россии вилам налево кулик пускает мяч на землю пеев против кулика вот они здесь две семерки сошлись и пермская семерка оказалась сильнее пеев благо канунников против него кверквели прибежавший не на свой фланг страховавший ивана маркану пока у канунникова не получается кстати максим канунников забил в прошлом сезоне ворота рубина важный гол и команды закончили эту встречу со счетом 1 1 подача подачи сущности не было 0-0 30 минут позади курбан бердыев выходит к градицам технической зоне что-то подсказывает ближнему игроку но станислав черчесов наконец-то повышает голос но не то чтобы очень сильно это скорее какое-то просьба чем действительно требования или указание на ошибку тарбинский удар по воротам попытка пострить ситуацию александром рязанцевым ни к чему не приводит 0-0 если глянуть на турнирную таблицу чемпионата россии то можно увидеть что рубин находится на довольно приличном расстоянии от команд которые претендуют на еврокубки однако у всех команд достаточно сложный календарь и потерять очки может каждая с каждой тем более что вверху турнирной таблицы довольно приличная плотность и синхронно все эти семь команд набирать очки конечно не будут так что у рубина еще остаются шансы на то чтобы после длинной зимней паузы вернуться в свою классическую борьбу за еврокубки с другой стороны может быть борьба за места в лиге европы рубина уже не интересны и курбан бердыев ужасно хочет вернуться в лигу чемпионов где наверняка рубин очень понравился выступали два сезона курик получил по ногам рязанцев от белорукова и уже желтая карточка в руках яськова так что белоруков получит предупреждение рязанцев естественно недоволен ну и вот посмотрите это и предыдущий эпизод когда сфалили против азмуна потом белоруков сфалил против кулика а потом досталось и голеностопу резаться браво режиссеру трансляции владислав кулик снова стандарт его исполнений подача белоруков цепляет мяч макушкой скидка маркану и белоруков снова хедлайнер этой ситуации выбивает мяч теперь уже в аут кверпеле не стал рисковать не сделал передачи вперед рыжиков сделает это за него длиннющий заброс в сторону кулика сираков на мяче все же первый торбинский плохой пас рязанцева кулик за эту передачу все равно поборолся и борьбу тем не менее проиграл а мяч все равно остается у рубина вместо спокойного паса вынос куда подальше в исполнении рыжикова и станислав черчесов поднимает большие пальцы вверх видимо его все устраивает сразу же показывает семенова куда бросать якубка вела выигрывает вверх а здесь был толчок в спину в исполнении януша голым манера обращения к арбитрам станислава черчесова известна он неоднократно удалялся именно за споры с судьей правда всегда признавал надо сказать свою неправоту это было совсем недавно как против черкизова когда кар крупно проиграл ну и конечно здесь в первую очередь все решает темперамент мы прекрасно помним финальное скажем так одно из последних интервью слеслава черчесову как в бытность тренером терека где в очень важном матче против мордовии тоже были претензии к арбитру собственно в той в той игре терек и лишился возможности завоевать еврокубковые места здесь амкар тоже пока только претендует на еврокубки и еще не вечер тем более что есть целая весна в которой все может измениться а пока угловой удар разыгрывает кулик с надхо надхо падает на ровном месте даже не падает а просто поскользнулся дальше азмун играет пяткой может быть не совсем оправданно еще раз падает игрок теперь уже амкара и рубин забирает себе мяч переводит атаку налево чуть побыстрее задвигались футболисты видимо подумалось что таким темпом такими скоростями можно на 54 минуте и замерзнуть передача мяча в офсайт и положение внедры снова у рубина и снова в него попадает сердар азмун станислав черчесов теперь уже гораздо более эмоциональным он выглядит более разгоряченным ну и конечно волнующимся за судьбу своей команды потому что амкар стал допускать ошибки на ровном месте несколько раз футболисты поскользнулись несколько раз подарили мяч в простой ситуации и станислав черчесов строжайший следователь дисциплины требует от своей команды того же сам и видимо в некоторых ситуациях представлением об этой самой дисциплине черчесова амкар не соответствует передача в пустое место из-за боковой вбросит амкар но футболисты рубина могут подойти и попрессинговать своего соперника семенов который не так далеко кстати говоря для крайнего защитника бросает ауты приглашает и канунникова и иже с ним футболистов чтобы они помогли бросает точно в ногу Благо Георгиева против которого вроде бы и нарушают правила а вроде бы и сам Благо сфалил и Сергей Кисляк предлагает себе в качестве партнера для продолжения атаки да здесь был фолт со стороны Благо всем телом он налетел на белорусов Кисляка нарушение правил три против семи амкар чаще фалит Кисляк справа потерял его Семенов канунников бежит помогать защитнику передача в опорной зоне только Торбинский перевод мяча налево Маркана подача Кулик выпрыгивал и проигрывает в верховом единоборстве удар мощнейший поворотом штанга и на отход открывает счет если не было офсайда офсайда не было 1-0 Рубин тихой сапой добрался до чужой вратарской и первым же ударом в створ ворот поразил их 1-0 Ян вела очень хороший удар нанес на Рубин до него не добрался и мяч от штанги удачно отскочил на ногу к 66-му номеру Рубина который в очередной своей игре забивает гол надо сказать что во второй к ряду до этого он отличился в матче Лиги Европы и вот теперь тоже открывает счет в матче против Амкара в чемпионате России 1-0 Рубин на 38-ой на 37-ой минуте забил ну и один из любимцев болельщиков Рубина забивает в этом матче гол 1-0 теперь Станислава Черчесова мы с вами точно спокойным не увидим но еще более тревожным станет выражение лица Курбана Бердыева еще раз повторюсь что у Станислава Соломича есть несколько футболистов креативных которых он может использовать при случае в атаке но вот пока Канунников движется с мячом снова он обходит Кверквелию нет нарушения правил там скорее сам Канунников мог сфалить но Кверквели остался на ногах надхом Кверквели Мвелан Фибел корпус в корпус Томас Фибел сыграл и здесь не было фола а теперь мяч еще и Анкару достается надхой недоволен но нужно продолжать игру тем более что в том месте куда вбросил аут Семенов как раз надхой не хватает и вот он восполняет недостачу своим подкатом 1-0 еще раз повторюсь и идет 40-ая минута матч до конца первого тайма остается 6 минут основного времени первого тайма сколько-нибудь арбитр все же добавит и вот арбитр Алексей Яськов общается со Станиславом Черчесовым который снова извиняется но эмоции порой столь сильно зашкаливают что ничего с собой поделать Станислав Солонович не может вчера в матче немецкой бундеслиги тоже случилось утоление это был матч Ганновер Айнтрахт и там главный тренер Айнтрахта Армин Фея весь матч поливал арбитра что называется и в конце концов дождался того что его выгнали на трибуну досматривать матч и наверняка главный тренер получит дисквалификацию как в свое время получал дисквалификацию и Станислав Солонович кстати совсем недавно эту же самую дисквалификацию отбыл и Курбан Бердых правда выступил он не на бровке там он относительно спокоен а на послематчевой пресс-конференции как вы помните кисляк марканом кулик открывается в сторону кулика или в сторону Азмуна передача и в перекладину мяч попадает классные удары ранца это такое впечатление что изначально так задумал а на Рубин совершенно не ожидал такой прыти от нападающего Рубина снова каркас ворот приходит на выручку правда в первой ситуации он скорее стал автором голевой передачи так что какой-то выручки приметно к удару в штангу вилы говорить не приходится а здесь действительно перекладина с послам корот второго пропущенного мяча хорошая подача маркану там и кулик и Азмун открывались и смотрите как классно выпрыгнул не самый высокий футболист в этом матче Серда Размун удар поворотом здесь Рыжиков накрывает мяч благо Георгиев пробил поворотом и Рыжиков все прекрасно видел Азмун можно продолжить атаку передачи вперед так и получается выход к воротам это Рязанцев бьет самостоятельно в ближний угол и еще один удар мимо створа напомню что удары в каркас ворот ударами в створ не считаются ну а вот болельщики казанского рубина преданные болельщики которые несмотря ни на что приходят в любую погоду повалить за свою любимую команду Азмун разбегался к сорок третьей минуте и вот снова прессингует Януша гола отбирает у него мяч прострел здесь только фибел ну а здесь Януш гол который отошел от единоборства с все тем же Азмуном кисляк передача удар поворотом гораздо более техничными ударами привык нас радовать Владислав Кулик но вот сейчас получилось неважно слушай Рому Владислав Кулик по-настоящему раскрылся в составе Краснодарской Кубани был одним из системообразующих игроков средины поля ну а познакомились мы с Владиславом Куликом пять лет назад когда он выступал в составе Грозненского Терека что интересно Владислав Кулик стал автором первого пропущенного гола Сергеем Письяковым я тут делал несколько недель назад сюжет на программу коленостоп шоу про приключения Сергея Письякова и вот как раз обнаружил этот занимательный факт тогда Владислав Кулик выступал в составе Терека и огорчил своим голом Ярославский Ярославский шинник а это Мартин Якубко Мартин Якубко пока у нас есть время выступал за две команды которых уже в большом футболе нет это футбольный клуб Москва и Раменский Сатурн интересно что пару лет назад и Амкар всерьез думал над тем чтобы сняться с чемпионата так что приобретая Мартин Якубко нужно быть очень осторожным Семенов Томаш Фибелл или Томас все хочется назвать его Томашем наверное потому что в Амкаре есть Януш падение никакого здесь фона не было Яськов по крайней мере был рядом и при случае мог обратить внимание на нарушение правил ну а здесь Дмитрий Торбинский напрашивается просто на предупреждение даже не смотрел на мяч Дмитрий просто летел на футболиста чтобы только не дать ему сделать первый пас в атаку минуту добавляет Яськов и в эту минуту умещается штрафной удар Амкара белоруков делает передачу на Сиракова Сираков набрасывает мяч в сторону игроков Амкара и бьет поворотом Якубко не опасно мимо створа мимо ворот 1-0 в пользу Рубина не торопится Сергей Рыжиков десять секунд остается до окончания первого тайма но Рубин благодаря голу Биброса Натхо забил мяч который пока является для Рубина побед пока это так есть еще 45 минут что-то будет обязательно сказано в перерыве возможно Станислав Черчесов произведет несколько замен я опять же повторюсь ожидаю появления в составе Амкара Константина Васильева признаюсь этот футболист мне ужасно нравится и наблюдать за его действием всегда интересно ну и плюс ко всему будет возможность о нем поговорить о его регалиях заслугах перед своей страной и вообще много всего интересного ожидается вполне возможно в составе Рубина появятся тоже футболисты и тоже атакующего склада творческого склада это Роман Еременко которого нам тут обещают в перерыве в качестве футболиста который даст нам интервью в общем в любом случае мы так или иначе ждем вестей с полей да Роман Еременко давайте ему передадим слово что же после первого тайма с нами полузащитник Казанского Рубина Роман Еременко Роман что говорил Курбан Бердыев как нужно было сегодня сыграть против Амкара ну мы знаем сказал что Амкар хорошая команда ну да нужно очень организованно и в пас быстрее играть мне кажется у нас очень неплохо получилось первый тайм как физическое состояние игроков все-таки еще недавно Рубин играл в Лиге Европы и многие из футболистов которые сегодня на поле также принимали участие в том матче ну судя по первому тайму никаких проблем нет каково играть вот так с тремя защитниками в такой формации наигрывала ли эта формация в межсезонье или по ходу сезона уже что-то решили поменять ну вот сейчас последние игры начали играть неплохо получается вы себе место видите в этой системе и если да то где вам удобнее было бы играть сегодня ну конечно вижу где-то в полузащите где угодно то есть можно и на месте опорника готовы сыграть можно и на месте опорника как нужно Рубину сыграть во втором тайме для того чтобы может быть удержать счет может быть наоборот увеличить свое преимущество мне кажется надо так же играть и если еще гол забьем то я думаю будет очень хорошо большое спасибо все добро Роман Еременко трудно как говорится поспорить с краткими репликами Романа Еременко полузащитника сборной Финляндии ну и еще одно интервью совсем скоро у нас будет собственно вот оно и есть что же в перерыве с нами еще и полузащитник Амкара Дмитрий Каюмов что не получается у вашей команды в первом тайме ну тяжелое поле не очень быстро ходит мяч и не развиваем те атаки через сланги которые у нас в большинстве случаев с другими играми проходят Рубин хорошо оброняется перемещается как бы не дает нам свободных зон поэтому надо играть чуть быстрее и чуть более нацелено вперед много мяч сзади катаем мало передач вперед как на ваш взгляд где есть слабое звено может быть защите в пол защите у Рубина через которую можно как раз добиться успеха вашей команды да нет у Рубина вся команда хорошая везде играют сильные игроки в принципе если мы будем играть в агрессивный смелый футбол то сможем забить если говорить по такому матчу укреплять заменами но все таки достаточно холодно наверное в такую игру входить очень сложно да? ну да конечно и сама по себе игра тяжелая очень много борьбы то есть можно не угадать с заменой но разминаемся готовимся и хотим усилить игру все большое вам спасибо всего доброго желаем игроку Рубина Дмитрию Каюмову усилить игру если он выйдет на поле ну а пока о статистике поговорим 54 процента владеет мячом Амкар 46 рубин совсем не совсем неожиданная но вполне себе скажем так закономерная рубиновская история контратака в которой Рубин забил мяч хотя контратакой по-настоящему это не назовешь скорее просто нашли футболисты Рубина свой момент и его реализовали это тоже по-рубиновски 8 ударов 1 в створ и это гол у Амкара 2 удара в створ но ничего опасного по большому счету команда Черчесова не придумала ну и чаще нарушает правила помимо всего прочего так что вполне возможно еще раз говорю выйдет кто-то из игроков атакующего толка ну а тем временем настала очередь рекламы и идет середина тайма очень ровная игра обеих команд ну вот внимание мяч в штрафной площадке опасный момент удар давай штанга у ребята еще удар штанга добивание есть вещи за которые стоит переживать остальное дело страхования девушка а вы застрахованы сегодня вечером вы в совершенстве овладели материалом стали примером для подражания вы прошли огонь воду и медные трубы на футболе вы собаку съели и сумели объять необъятное мы ценим ваш профессионализм и хотим чтобы просмотр футбола приносил больше острых ощущений сделайте прогноз в приложении футболизатор и выиграйте уникальные места на Виапи секторе и другие призы МТС наш шаг впереди Верьте в чудеса с мобильным интернетом от МТС за 2 рубля в день желания исполняются Дима Мобильный интернет за 2 рубля в день от интернет-лидера страны Аккумуляторы премиум-класса Веста Уверенный старт при пониженных температурах Увеличенный срок службы 3 года гарантии Премиальное качество для легковых автомобилей грузовиков и мотоциклов Веста Pretty Powerful Как будет выглядеть бизнес-класс в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ Выразительный облик Впечатляющее пространство интерьера Исключительный комфорт Настоящее удовольствие от вождения Теперь все точки над И расставлены Новый Hyundai i40 Бизнес-класс и точка Hyundai Добро пожаловать в наш футбол Добро пожаловать в наш футбол Что получится дальше Вот при атаке по флангу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Снова сумела торгнуть игру от своих ворот, однако мяч по-прежнему чаще держала команда Станислава Черчесова. Вот еще один эпизод, в котором здорово сыграл Соломон Кверкверия. Частенько доставалось футболистам Рубинова Дмитрия Белорукова. В одном из эпизодов он получил в итоге желтую карточку. Это было в атаке на Александра Рязанцева. Ну а здесь в опорной зоне не оказалось никого из футболистов Амкара. Удар Янам Вилы. И в пустые ворота мяч направляет Биброс Надхо, который забивает во второй игре. К ряду за Рубин. В предыдущем матче Лиги Европы он отметился. И вот сейчас тоже забивает мяч футболист, который вполне возможно зимой покинет команду из Казани. Еще один опасный момент был создан усилиями Азмона, который угодил в перекладину. Ну и в последнем более-менее запомнившемся эпизоде пробил по воротам Мартина Якубка. Но мяч пролетел высоковато и совсем для ворот Сергея Рыжикова вышло не опасно. Обратите внимание на вот эту статистику направления атаки. Рубина такой через середину. Там группа футболистов, от которых действительно многое зависит в организации наступления. И Надхо один из них безусловно. Но им вела поддерживать наступление всячески из глубины. Плюс рядом Рязанцев, плюс рядом Кулик. Это все футболисты, которые сконцентрированы как правило в середине. Оттуда вся опасность у Рубина исходит. У Амкара примерно то же самое соотношение. Но команда все-таки почаще атакует флангами. Мы помним, сколько раз Семенов вбрасывал из-за боковой. И оттуда начиналась атака. Это игрок все-таки фланга. Так что можно сказать, что у каждой команды своя такая игровая философия. Глядя на эту такую своеобразную статистику. Хотя, опять же, повторюсь, далеко идущих выводов из нее делать, конечно же, не нужно. Итак, стадион центральный. Вместимость 25 400 зрителей. Не часто этот стадион брал аншлаги. Можно вспомнить, безусловно, бронзовые медали в 2003 году. Рубина, конечно, первое чемпионство в 2008 году. Правда, состоялось оно в Раменском. Опраздновалось уже здесь, в Казани. Причем после поражения от Грозненского Терека. Но в 2009 году Казань стал чемпионом уже у себя дома. И это событие, естественно, в какой-то степени увековечило. Увековечилось в истории стадиона центральный. Ну и стадион Казань-Арена. Вместимость 45 105 зрителей. Это этот стадион примет начало чемпионата после начала второй части сезона. После того, как закончится зима. Ну а сегодня матч в какой-то степени уникальный. Он последний на стадионе центральный у Рубина в чемпионатах России. Совсем скоро Рубин переедет на вот эту суперсовременную арену. Давайте отправимся еще раз на рекламу. А после нее окончательно сконцентрируемся на втором тайме. Агентство спортивных новостей «Эрспорт». Это последние новости, лучшие кадры матчей и фотоистории. Видеосюжеты и обзоры матчей. Уникальная инфографика и подробная статистика. «Эрспорт.ру». Готовься к победам! АМЕДИЯ ПРЕМИУМ Телеканал лучших сериалов планеты. Игра престолов. Во все тяжкие. Настоящая кровь. Подпольная империя. Родина. Американская история ужасов. Дневники Кэрри. И еще 50 лучших сериалов планеты. Ждут вас на АМЕДИЯ ПРЕМИУМ. Премьеры одновременно с США. Подключи телеканал АМЕДИЯ ПРЕМИУМ у своего оператора платного ТВ. РУССКОЕ РАДИО РУССКОЕ РАДИО Все будет хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в наш футбол. РУССКОЕ РАДИО РУССКОЕ РАДИО Что получится дальше? Вот при атаке по флангу. ЛССКОЕ РАДИО РУССКОЕ РАДИО Подписывайся на телеканал «Наш футбол», смотри эксклюзивные прямые трансляции матчей и выигрывай супер-призы! Подключайся! Поехали! Как будет выглядеть бизнес-класс в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над «и» расставлены. Новый Hyundai i40. Бизнес-класс и точка. Hyundai. Аккумуляторы премиум-класса Vesta. Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Vesta. Pretty powerful. Верьте в чудеса. С мобильным интернетом от МТС за 2 рубля в день желания исполняются. Дима? Мобильный интернет за 2 рубля в день от интернет-лидера страны. Футбол. Это изнурительная подготовка. Внимание к деталям. Железная дисциплина. Стальные нервы. Минуты счастья. Пусть футбола будет больше. Подключайте домашнее цифровое ТВ от МТС и смотрите все матчи чемпионата России на канале «Наш футбол». МТС. На шаг впереди. Идет середина тайма. Очень ровная игра обеих команд. Ну вот, внимание. Мяч в штрафной площадке. Опасный момент удар. Давай! Штанга! У! Ребята! Еще удар! Ну! Штанга! Добивание! Ух! Есть вещи, за которые стоит переживать. Остальное дело страхования. Футболеры. Да я машину лучше вожу. Ну что ж, стадион центральный. Город Казань. Не многие зрители пришли с этим стадионом проститься примитно к чемпионату России, конечно. Хотя, вероятно, Рубин, может быть, в связи с какими-нибудь проблемами на новом стадионе, будет сюда еще не раз возвращаться. Это чемпионат России. Российский футбол. Во всей своей красе здесь может быть все, что угодно. Так что не зарекайся, комментатор матча Рубин Амкар. Быть может, еще раз повторюсь все, что угодно. Еще раз вспомним, что было в первом тайме. Фолов было предостаточно. Дмитрий Торбинский на первых минутах усердствовал особенно. И, кроме всего прочего, его тезка Белоруков тоже на этих нарушениях склопотал даже желтую карточку. Вот, посмотрите, сколько всего жесткого, даже порой жестокого случилось в первом тайме. Однако, прежде всего прочего, был еще и забитый мяч. Он как раз случился без нарушения правил. И вот, кстати, досталась его автору, Бибросу Натуху. В общем, моментов, которые предпочитать не красящими игру, было предостаточно. И первый тайм, за исключением забитого мяча и удара в перекладину Азмона, получился действительно невыдающимся. Ну и, плюс ко всему, нужно отметить, что гол, который забил Биброс Натхо, стал для него первым в нынешнем сезоне в чемпионате России. Напомню, что в предыдущем матче Рубина он отличился, но было это в Лиге Европы. Ну, а теперь давайте посмотрим, есть ли какие-то замены. Потому что только после них мы можем окончательно вернуться в составы команд. Замен мне подсказывают нет. И Яськов, видимо, считает игроков, чтобы было точное количество на поле. В конце концов, бывают разные курьезности. Ну и составы команд. Сергей Рыжиков в воротах, далее Соломан Кверквелев, Иван Маркан и Роман Шаронов. Три защитника. Целых шесть полузащитников. Ян Вила, Биброс Натхо, Александр Рязанцев, Владислав Кулик, Сергей Кисляк и Дмитрий Торбинский. И нападающий Сердар Азму. У Амкара в воротах Сергей Нарубин, Дмитрий Белоруков капитан команды. Томас Фибел играет рядом с ним. Андрей Семенов с одного фланга, Захарий Сираков с другом. Александр Коломейцев, Благой Георгиев, Георгий Пеев, Януш Голл. Это футболисты полузащиты. И Максим Канунников и Мартин Якубко нападающие. Команду Амкар тренирует Станислав Черчесов. Рубин возглавляет Курбан Бекевич Бердыев. Вот удар по воротам после красивой комбинации Амкара и угловой удар. Ваш комментатор на канале «Наш футбол» Роман Нагачев. Подача. Фибел вложил все силы, чтобы догнать этот мяч у самой бровки. И атака Амкара продолжается уже со своей половины поля. Когда будет пауза, обязательно поговорим о запасных. По 10 человек на каждой скамейке расположилось. И на скамейке Рубина, и на скамейке Амкара. А из-за боковой вбрасывается тоже Семенов. Вбрасывающую фигуру которого можно уже на фланге налево увековечить. Слишком часто это происходит. Теперь Рубин. Ему достается мяч. Это Роман Шаронов, капитан Рубина. Один из сторожилов этой команды. Януш гол. Назад мяч возвращает. Белоруков. Сираков. Во фланг пошел Пеев. Но Сираков обыгрывал в середину. Потому что на фланг отдать просто невозможно было. И вот снова приходит Благо поддержать атаку. Разгоняет ее через правый край. Здесь комбинация трех болгарских футболистов заканчивается передачей в центр штрафной площади, где Рубин спокойно обороняется. Станислав Черчесов. Такое впечатление, что игра его увлекает совсем немного. Нарушение правил и замена готовится даже не одна. И в составе Амкара выйдут новые футболисты. Сейчас поймем, кто именно. Покажет штрафной удар в пользу команды гостей. И благо Георгиев у мяча. Дмитрий Торбинский в качестве стенки выступает в этой ситуации. И отходит на положенные 9 метров 15 сантиметров. Георгиев готов выполнить штрафной. Футболисты расположились, видимо, как надо. Подача. Выпрыгивает Фибел. По части подключения к стандартным положениям. Этот футболист очень полезен. Может быть. Выпрыгнул высоко, но пробил поворотом не здорово. В запасе у Амкара. Быстренько пробегусь по фамилиям, потому что кто-то из них обязательно сейчас появится на поле. Коновалов, Черенчиков, Фадеев, Васильев, Новакович, Нихольд, Рябокобылин, Каюмов, Пикущак и Камеш. Вот разминающиеся футболисты. Рубина, среди которых Соломон Рантон. Наиболее интересующая нас фигура. Орлаускис, Абышев, Кузьмин, Караденис, Джалилов, Еременко, Мухаммедшин, Прудников, Кочарава и Рантон. Болисты запаса команды хозяев поля. Фибел. Нарушение правил. Нарушение правил. Фибел. Кулик. Удар поворотом. И должен быть угловой назначен. Там был удар, который наносился в борьбе. Азмун снова проник в чужую штрафную площадь. Здесь только Семенов смог отобрать у него мяч. А так после передачи Кулика вполне мог состояться и второй гол. И в этом матче, и Азмуна в нынешнем сезоне. Подача. Нарубин играет двумя руками. Торпинский. Мяч приземляется ему на голову. Вила не успевает за Георгий Пеевым. Рядом с ним, с Пейером, оказался француз Кулик. В стиле лайт попрессинговал Пеева, но мяч все равно остался у Рубина. Смотрите. Кстати, Кулик, похоже, ударил по ногам своего соперника. Но Амвила уже чисто отбирал мяч. И в этой ситуации Георгий Пеев, конечно, не прав. Это был жесткий, но правомерный подкат. Фибел. И в одно касание. Там, где Фибел отдает Биброс на тхо. Фибел разворачивается. Пошел вперед, как заправский центральный полузащитник. Сыграл в этой ситуации футболист Амкара. Но мяч все равно перехватили. И Фибела как раз в обороне не хватает. Правда, сумел справиться Януш Голу. Центральный полузащитник, вернувшийся назад, страхующий своего партнера и страхующий удачно. Амвилам. Марканом. В одно касание. Красиво играет Рубин в этой ситуации. Но у Рязанцева мяч соскочил, что называется, с крюка. Мне тут подсказывают, и огромное спасибо моим коллегам, что на матче присутствует 3073 зрителя. Пеев. Подача на дальнюю штангу. Выходит из ворот очень уверенно Сергей Рыжиков. Но и мяч не быстро летел. У Рыжикова была куча времени сконцентрироваться на этой подаче. Он мяч из вида не выпускал, и поэтому спокойно до него добрался. Надхом. Азмун справа. Сейчас устремится вперед. А передача в сторону Рязанцева. Рязанцев укрывает мяч корпусом. Пас пяткой. Вот Азмун не поверил, что есть какое-то продолжение в этой атаке. И поэтому легонько так бежал в штрафную. Хотя должен был ускориться, по идее. Справа Сираков. Черчесов предлагает именно через него продолжить атаку. Но похоже, что момент для острого продолжения уже благо упущен. Георгиев налево. Сделал себе в перерыве гульку. Обратите внимание на затылке. В первом тайме у него развивались волосы. Беспорядочно. И, возможно, это мешало ему играть в футбол. Теперь волосы уже собрались, как положено. Осталось собраться к Георгии. Сергей Рыжиков просит двух человек в стенку. Мимика Сергея Рыжиков в момент... В какой-то момент в его штрафной площади. Это всегда концерт. Всегда очень эмоциональный такой момент в матче. В любом абсолютно матче. Приглашает Алексей Яськов нескольких футболистов на индивидуальную беседу. Один из них, видимо, Ян Вила, который не очень правильно ведет единоборство. И против него действует Белоруков, который сегодня уже проявил себя как один из футболистов. Футболистов, с которыми лучше не спорить. Иначе получишь сразу же по ногам в каком-нибудь из эпизодов. Георгиев. Все-таки решили разыграть. Удар по воротам. Ну и слишком далеко от мяча был Януш. Гол. Атака Мкара, между тем, закончилась. И уже Рубин пытается выйти в атаку. Однако не получается. И больше того, кто-то из игроков казанской команды получил по ногам. Досталось Владиславу Кулику. Не просто по ногам, а колено в колено столкнулись. И в этой ситуации очень важно, как именно разогреты мышцы у футболистов. Потому что стык колен в колено один из самых болезненных. Только бывает. Не забывайте голосовать за лучшего футболиста матча в нашей группе ВКонтакте. Претендентов на это, прям скажем, немного. Один из них, конечно, автор забитого мяча. Виброс над хоботом делает передачу на Рязанцева. Рязанцев снова играет пяткой. Уже во второй подряд в чужой штрафной площади. Рязанцев. Белоруков показывает Канонику, что нужно закрыть Кулика. Кулик в атаке пока не участвует. Участвуют другие футболисты. Вот теперь только Кулик добирается. И мяч остается у Рубина. Калат-Коломейцев ушел он. Сергей Кисляк. Крайний защитник Рубина, кстати, из-за боковой не вбрасывает. Занимается этим крайний полузащитник. Вот Сергей. Регулярно из-за боковой вводит мяч в игру. В отличие от Серакова и Семенова из противоположной команды. Эти крайние защитники регулярно вводят мяч в игру из аута. А посредством аута, извините. Торбинский. Кулик. Иван Маркано. Рыжиков. Длиннющий пас в направлении Азмуна. И здесь уже пас назад от Серакова, где на Рубин должен выбить его вперед. Выбивает. Кулик оттеснил его Янушкол без нарушения правил. Хотя 3073 зрителя посчитали эпизод нарушением правил. И несколько недовольных все-таки были. Услышано. Амкар в атаке. Коломейцев. Мяч на левом краю. Но Амкар даже здесь ничего поделать не может. А тут еще и нарушение правил со стороны. Мвилы мяч попал в руку. Однако остался у Амкара. И поэтому Яськов без свистка дает продолжить это наступление. Сираков. И подача в штрафную площадь. Там голова. Как Верквелли разбирается лучше других в эпизоде. Амкар продолжает проводить время на чужой половине поля. Разумеется, Рубин ждет, когда можно будет отправиться в атаку. В контр-атаку в этой ситуации. И всей командой окопался на своей половине поля. Вот Кулик выдавливает Серакова назад. Возвращаясь на свою половину поля. Белорков пробует левой край. Здесь Фибел. Но здесь тоже есть игрок, который выдвигается, чтобы попрессинговать. Вот передача в сторону Якубка. Подхватывает мяч Канунников. Квирквелли против него. Канунников подрабатывает мяч и отдает назад. Амкар в атаке. Подача! Кисляк. Так-так, очень опасно. Все тот же Азмун. Проникает в штрафную площадь, но проникает уже без мяча. Кулик бьет поворотом. И 1-0. 59-я минута матча. Рекламировал я вам выход на поле игроков Амкара. Но пока они, как и запасные Рубина, только разминаются. Станислав Черчесов взамен не делает. Но и его команда в атаке ничего толкового придумать пока не может. Канунников. Против него Кисляк. Угловой. Максим Канунников заработал угловой в этой ситуации. Действительно, фола не было. Ну и как тут не вспомнить, что свой самый первый гол в чемпионатах России Канунников забил как раз после розыгрыша углового. Было это в матче Амкар-Зенит. И тогда Канунников выступал за Зенит. Подача. Скидка. Удар. И чудом просто мяч не оказывается в воротах. И плюс ко всему, неловко упав, Георгий Пеев подыграл. Или даже не подыграл, а просто мяч попал ему в руку. Ну и очень хорошо подан угловой благо. Выигран вверх. Якубка бьет. Или в данной ситуации получилась просто скидка. Ну а как-то неудачно распорядился мячом Георгий Пеев. Вполне возможно, просто не ожидал такого царского подарка. И ворота Рыжикова поразить не сумел. Сергей Рыжиков. И Виброс Натхо. Автор единственного гола пока в сегодняшнем матче. Ну и единственного для себя в нынешнем сезоне. В прошлых сезонах, в прошлых предыдущих двух сезонах Натхо забивал два раза. К ряду забивал по 9 голов. Ну а в самом первом своем сезоне 2010 года он забил два гола в 14 играх. Напомню, что до этого Натхо выступал в составе клуба Хапоэль Тель-Авив. Который, кстати говоря, тоже почти попал в плей-офф Лиги Европы. Угловой будет подавать Амкар. Здесь Рязанцев. Против него действует Канунников. Благо подает. Удар по воротам очень опасный. Ну и вот момент, который впервые, наверное, в этом матче заставляет Белорукова схватиться за голову. Потому что до сей поры как-то очень спокойно на все реагировал капитан Амкара. Ну а тут вот у Семенова была возможность пробить поворотом. Он и воспользовался. Она, эта возможность оказалась невостребованной. Ну и на поле появляется, вернее совсем скоро появится, Пикущак. Игорь Пикущак, который в нынешнем сезоне не особенно ярко себя проявляет. В отличие от своего первого впечатления, когда он только знакомился с нами, выступая в составе Краснодарского клуба «Краснодар». Игорь Пикущак в нынешнем сезоне отметился двумя забитыми мячами в десяти играх. Ну а в прошлом сезоне тремя в двадцати двух. Так что это в какой-то степени даже шаг вперед. В последний раз Пикущак забивал в ворота Краснодарской Кубани. И это как раз было в прошлом туре, когда Амкар одержал уверенную победу со счетом 3-1. Снова, как и в Краснодаре, забив в течение буквально семи минут все три мяча. 68-я минута. И Пикущак выходит на поле вместо Коломейцева, который старался, но ничего опасного придумать не сумел. Ну и появляется игрок сборной Молдовы Игорь Пикущак. За сборную Молдовы он забил всего-навсего два мяча. Столько же, сколько за Амкар в этом сезоне. Это вот его десятый выход на поле. На Рубин запускает мяч вперед. Здесь Пеев. Здесь все тот же Пикущак поборолся с Марканом. Хорошая передача из глубины поля. Куда-то побежал на Рубин. Удар поворотом. И это вышедший на замену совсем недавно Соломон Рандон. И снова он забивает гол. Какой важный для Рубина все-таки футболист. Рандон, посмотрите, только-только оправился от травмы. И сразу же отмечается забитым мячом. У него было несколько моментов в матче Лиги Европы. Как раз в первом матче после травмы. Вот снова он выходит на замену. Снова очень опасен. И удар поворотом. Но куда побежал? На Рубин. Почему он не остался неподалеку от створа? Ведь вот этот момент с Рандоном спокойно перекрывал защитник. Ну и передача из глубины поля вот я нам вела. Тоже заслуживает отдельных слов. Потому что пас получился точнейшим. А больше походил на вынос. Ну и Дмитрий Торбинский на правах самого легкого футболиста Казанского клуба. Спокойно взбирается на венесуэльского гиганта. Соломон Рандон. Очень здорово проявивший себя на турнире Копа Америка. Который мы на НТВ Плюс подробнейшим образом показывали. И вот Соломон Рандон в том турнире тоже был хороший. И даже забивал голы. Еще одна передача в сторону Рандона. Правда здесь уже защитники. 2-0. 2-0. После уверенной победы Амкара в предыдущем матче. Снова вот видите обнаруживаются проблемы. Еще одна передача из глубины поля. И снова Рандон опережает всех, кто ему противостоит. 2-0. Между тем, ну и конечно Сергей Нарубин может смело записать себя в салон. За авторы этого мяча. Вот посмотрите. Спокойно совершенно перекидывает Рандон. Как будто бы и не было такого серьезного простоя. У венесуэльского нападающего. Надо сказать, что Соломон Рандон забил уже пятый мяч в нынешнем сезоне. Так вот, такая вот статистика. Ну и помимо него еще 7 человек или даже 8 человек имеют как раз 5 забитых мячей. Это, если хотите, Зор Антошич, Роман Широков, Жо Зиньо, Перейра, Озбилис, Нобоа и Георгий Букур из Кубани. Соломон Рандон забил свой, получается, уже шестой. Видите, шестой, а не пятый был сезон. Шестой. Пять голов у него было до этого матча. И вот шестой. Причем у него есть хет-трик в матче с Уралом Гостевом, которым Рубин одержал победу 3-0. Ну, кроме, раз уж пошла речь о шести забитых мячах, кроме Рандона, шесть голов забил Александр Кокорин и Хосе Мануэль Хурадо. Рандон не смог расстаться с мячом правильно, но это уже, надо сказать, не важно, потому что 2-0, благодаря голу Рандона, как раз Рубин сейчас и ведет в счете. Справа расположился Благо. Передальше совсем в другую сторону. В середину здесь выигрывает верховое единоборство. 26-й, 76-й номер Шаронов. Роман Шаронов в противоборстве с другим мощным футбольством этого матча Якубка. Нарушает правила. Снова перехватит Шаронов. Кулик. Удачный пас в сторону. Рандона. А Соломон Рандон появился, как это нетрудно догадаться, вместо Азмуна. И буквально тут же отметился забитым мячом. Очень важная фигура в построениях Рубина. Вот он долго отсутствовал и все равно продолжает оставаться лучшим бомбардиром Рубина в этом сезоне. При том, что сам Рубин забил вот вместе с этим голом уже 20 голов в сезоне в 18 играх. Довольно-таки скромный показатель. Ну, а самой результативной командой чемпионата России остается «Зенит». У них 38 голов. Еще красивый 38-й пол забил в грозном аксель в цель. Рубин пока остановился на юбилейной цифре 20 в будущем сезоне. И это, прям скажем, даже для скромного, рационального в атаке Рубина цифра слабенькая. Рондон. Рязанцев хорошо перевел атаку направо. И вот снова передача в сторону Рондона налево. Положения вне игры нет. Венесуэлец с мячом делает очень хороший пас на... ...того же Рязанцева. И подача в исполнении Ивана Маркана получается неважна. 2-0. Станислав Черчесов выгоняет очередного футболиста на поле. Говорю, выгоняет без иронии. Потому что по жестам Станислава Соловьевича только так нужно характеризовать появление футболиста у бровки. Он так вот его рукой проводил. Или, можно даже сказать, спровадил. Это несколько ценных указаний. Под пятнадцатым номером должен появиться Владимир Камиш. Латвийский. Легионер команды из Перми в прошлом сезоне очень полезно отыграл в матче против Рубина как раз. И сделал голевую передачу Максиму Конудникову. Но до прошлогодней игры Мамкару пока сейчас далеко. Вот именно конкретно в этом матче. Там была ничья 1-1, а здесь вот уже 0-2. И замена на 75-й минуте она происходит вместо Георгия Пиева. Вот он там бредет, торопится убежать с зеленого прямоугольника. Выходит легионер из Латвии Владимир Камиш. Вот на ваших экранах. Если в прошлом сезоне, вернее в прошлом году в составе Металурга из Лиепаи он забил 10 мячей в 29 матчах, то в 16 играх за Амкар в двух сезонах он не отметился ни одним забитым мячом. Любопытно, что за два сезона в Амкаре он сыграл всего в трех матчах в стартовом составе. Ну и, опять же, Патрулис не забил ни одного до сей поры мяча. Ну а в составе сборной Латвии он совсем недавно отметился дебютным забитым мячом. Год назад поразив ворота команды Лихтенштейн. Ну и Кузьмин готовится выйти на поле, а пока по левому краю движется с мячом Иван Маркано и, спотыкаясь, выпускает мяч за пределы поля. Еще одна замена. И она в составе Рубина произойдет. Выходит на поле Олег Кузьмин. Вместо Александра Рязанцева появляется на поле второй номер Кузьмин. Очень хорошо проявляющий себя в Рубине уже несколько сезонов. И вообще тренером сборной пора бы по достоинству оценить усилия вот этого человека. Олег Кузьмин, 81-го года рождения, но возрастной крайний защитник это все-таки не какой-то диагноз. И Ещенко в данной ситуации подтверждает этот тезис, потому что Ещенко играет в сборной России и ему уже 30 лет. Какая хорошая передача и выход к воротам. Положения вне игры нет. Тут спешит и Кузьмин, а Еременко делает замах. Второй, третий и вот он выполняет эту передачу. Два футболиста, только-только появившихся на поле. Если Еременко появился под шумок, то Кузьмином видели воочию. И голевая передача одного футболиста на другого. Вот первым же касанием Рандон отправил мяч в ворота соперника. И Кузьмин делает то же самое на 76-й минуте матча. Смотрите, вот она передача. Никто не в силах помешать. Даже Томас Фибел, которого я тут рекламировал. Ну и, конечно, прекрасное выступление Биброса на Тхо. Ну и Еременко смотрел сначала налево, потом подумал, может быть, самому решить. А потом все-таки сделал передачу Кузьмино. И таким образом первый свой мяч в нынешнем сезоне забивает Олег. Ну и второй всего-навсего в чемпионатах России. Впервые он отличался год назад в ворота махачкалинского клуба Анжи. Рубин тогда победил 2-1 и Кузьмин забил один из голов. Ну а что касается других турниров, то в составе Рубина еще один голд значится на его счету в ворота Уигана. Тоже Олег Кузьмин отличился. В общем, хорош и по весне должен, конечно, себя проявить этот защитник. Иначе, может быть, последняя возможность попасть в заявку сборной на такую уникальную турнирку чемпионата мира будет упущена. Кузьмин сейчас в очень хорошей форме. Ну и учитывая, что оборона – это основополагающий принцип игры Рубина, то такой футболист, короче, надежен. Сзади будет, наверное, для Капелло итальянца все же не лично. Подача. Ну и, конечно, отмечаем Романа Еременко. Ему сыграть на этом чемпионате мира не светит. Сборная Финляндии туда не попала. Тем не менее, продолжает подтверждать свой класс. Я говорил о том, что Еременко вполне может выйти на поле во втором тайме. Он вышел, усилил игру и сделал голевую передачу буквально сразу после своего появления на поле. Вот такая хитроумная придумка Курбана Бекевича Бердыева, придержавшего сразу трех джоггеров. Все три футболиста, вышедшие на замену, соорудили голы. Вот Соломон Рандон, автор второго мяча в сегодняшнем матче. Он тоже вышел на замену. 3-0 между тем. 79-я минута матча. И в атаке Амкар. Теперь уже, наверное, можно надеяться на гол престижа. Скорее, чем на действительно развернутое возвращение интриги. Несмотря на появление игроков атаки. Пикущак, в частности, добавился в атаку. У Рубина все же не было возможности по-настоящему проявить себя в обороне. Не очень опасно, но здесь все внимание классно сыгравшему в этой ситуации Ивану Маркану, который ударом через себя отправил мяч подальше штрафной площади. Амкар неплохо начал. В первом тайме даже владел преимуществом и владел мячом, но пропускал в итоге все равно Амкар. В обороне сейчас Рубин. Бесконечные навесы, подача. И здесь Захарий Сираков не смог укротить мяч. 3-0. Рубин как-то очень просто. В течение нескольких минут все перевернул в свою пользу. И из матча, который с каким опытным результатом мог закончиться, буквально за 5 минут превратился в матч, который совершенно точно закончится победой. Рубин. Курбан Бердыев, я говорил в первом тайме, что по его лицу совершенно ничего невозможно понять. И приводил в пример матч Рубин-Сатурн в 2009 году, который как раз нам с коллеги и старшим товарищем Владиславом Батуриным довелось работать. И вот Курбан Бердыев свое выражение лица никогда не меняет. И совсем по-другому раскрылся Бердыев, когда Рубин неожиданно стал чемпионом, мы очень уверены, в 2008 году. И там Бердыев был совсем не таким, каким мы привыкли его видеть в послематчевых интервью. И вот передача положения вне игры. Положение вне игры. Этот свисток очень хорошо был слышен, потому что на трибунах присутствует всего лишь 3073 зрителя. И уж они-то заглушить свисток Алексея Яськова не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Брандон оказывается в офсайде, потихонечку обретает форму, обретает через игры, через забитые мячи. И по весне из Брандона никуда не уйдет, может быть настоящим лидером команды в Еврокубках. Почему Есла никуда не уйдет? Потому что Биброс Натхо и Александр Рязанцев с большой долей вероятности Рубин покинут. Вилам. Марканон. Ну вот там Кулик открывается на передаче на Кузьмина. Кузьмин в одно касание пытался подключить Владиславу Кулика, но не удалось. А это Иван Марканон, надежно отыгравший сегодняшний матч в обороне. Снова Кузьмина за боковой сбрасывает. В середину, там не хватает игроков. В центре поля Амкар полностью уступил Рубину. И с выходом замена Еременко это окончательно утвердилось как факт. И ни одна передача из середины толком не прошла. Там нет футболистов, которые могли бы противостоять Натхо и компании. Правильно, кстати, говорит Натхо. Это черкесская фамилия, которая произносится с ударением на последнее слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Открывается здесь Еременко по правому краю. Рандон в середине, но сделать туда передачу невозможно. Но слепой пас в исполнении Еременко. Дальше Натхо и Кузьмин снова подключается к атаке. И большой палец вверх. Кузьмин сегодня уже отметился забитым мячом. И с прекрасным настроением продолжает этот матч. Подключаясь регулярно в атаку. Но здесь Нислав Соломович, видимо, возмущается бесконечными забросами, которые проходят у Рубина. Конечно, вот такой элемент продолжения Рубиновой атаки Нислав Черчесов рассматривал. А вот установку на этот матч, вероятно, его команда не выпала. Всего 4 человека в штрафной площади Амкарен. Из числа местов хозяев поля. Вот только сейчас прибегает еще парочка. Подача на Рубин играет кулаком. Вот второй человек, который прибежал. И подача, и еще удар. И здесь на этот раз атаковал Соломон Клирквеля. Который в первом тайме чуть было не подарил гол Максиму Канунникову. Но обошлось. И вот теперь 3-0 в пользу Рубина. 84-я минута закончилась. И началась 85-я. Амкар в атаке. Очень неудачно обработан белоруквым мяч. Однако пас получился в итоге точным. А здесь уже кардифи только нарушает правила. Мартин устал. И обниматься даже в своей атаке не торопится. Януш Голл. Януш Голл. В Кардифе играет, если не ошибаюсь, в Кардифе Джордан Матч. Ален Стойко был игрок сборной Румынии. А Андрей Штанга тоже играет в чемпионате Румынии. Кстати, играет такой футболист. В общем, есть целая сборная футболистов, которые, фамилии которых характеризуют какие-то футбольные теории. Космин-контра тоже в какой-то степени. Очень характеризующий такой футбольный элемент, как контратака. Нарушение правил. Фулл в атаке. Пикущак нарушил правила, ничего не придумал в этом матче Игорь. Ну и Рубин от и до выполняет установку Курбана-Берды. Без каких-либо страхов и сомнений. Ведя и играя в свою рубиновскую игру. В которую, если уж соперник попадется, то не поздоровится. Рубин побеждает. В этом уже нет никаких сомнений. И сразу же мы обращаемся к турнирной таблице. Рубин останется на десятом месте. И сравняется или будет отставать на три очка от Краснодарской Кубани. В зависимости от того, как сыграет Кубань в матче против Локомотива. Подача. Хорошая такая подача. Сираков. Пас под удар Благо Георгиеву. И этот удар очень внимательным взглядом провожает Сергей Рыжиков. Владимир Камеша нам показывает. Набил поворотом Благо. В общем, Рубин потихонечку поднимается по турнирной таблице, создавая в середине необходимую плотность. Напомню, что на будущий год в Еврокубках Россию представляет пять команд. Это первые две. От чемпионата пять команд. Это первые две, которые будут играть в Лиге Чемпионов. Одна напрямую, другая пройдет через квалификацию. И еще три команды, которые сыграют в Лиге Европы. На данный момент это Спартак, ЦСКА и Динамо. Ну и еще одна команда победителя Кубка России. Тоже будем представлять Лигу Европы. Белоруков. Заграли здесь с Сахариси Раковым мяч. Длинный пас вперед. И неточная передача. Однако Якубко подхватывает. Это атака у Амкара. Владимир Камеш уступает Маркану. Маркану в чистейшем отборе начинает наступление Рубина по левому краю. И здесь Маркану тоже хорош, но в последний момент благо подкатился под 25-го номера. И плюс ко всему подыграл себе еще и рукой в этот момент. 3-0. 89-я минута матч. Приконечку заканчивается. И вместо интригующей концовки мы получили вполне обычную победу. Крупную победу Рубина. Обычную крупную победу. Это значит, что где-то в средине матча все уже становится понятно. Дальше Рубин уже спокойно наслаждается сделанным. Перевод мяча в средину. Сираков. Не точный пас. Кузьмин. Перехват из Дорога сыграл Олег. И пас налево. Здесь Владислав Кулик. Подача. И здесь только Сергей Нарубин. В этой ситуации он из ворот вышел вовремя. Налево. Канунников. Противо сразу два человека. И один из них Натхо, который легко забирает мяч. По штрафную площадь. Якубка. Вверх Якубка проигрывает. Сегодня вообще Амкар выступил довольно пленно. Учитывая, как лихо он в концовке матча с Кубани разобрался с соперником. Но сейчас просто до неузнаваемости изменилась команда Станислава Черчесова. При том, что нельзя сказать, что Амкара все-таки гостевая. Вернее, Амкара домашняя команда. Тут надо отметить, что целых две гостевые победы было. И в Нижнем Новгороде, и в Краснодаре, где не всем удается победить. Что касается Рубина, то в этом плане Рубин. Тоже дважды побеждал в гостях и дважды дома. То есть нельзя сказать, что Рубин домашняя команда. Но другое дело, что частенько Рубин у себя дома играет в ничью. Целых три раза из восьми это было. И вот еще одна домашняя Рубиновская победа. В противоход своему же футболисту вот был мяч сломан рандом. Снова Кузьмин на перехвате. Еще раз отмечаю это у футболиста в качестве человека, который прерывает атаки соперника. И в качестве футболиста, который очень полезно вышел на поле. Здесь масса перехватов. Передач вперед. И, конечно, забитый мяч. Кулик. И пас. И Еременко не жадничает. И дальше еще туда в сторону Натхо, который разворачивается и отдает рандону. Тот бьет поворотом мяч. Не очень удачно лег на ногу. Снова Кузьмин. Снова удар. Классический для Еременко удар поворотом. Внешней стороной стопы. И этим ударом он, собственно говоря, не раз приносил своей команде успех. Ну, а здесь Нарубин справляется с, кстати говоря, несложным ударом. Вот они спорят с Белоруковым относительно этого эпизода. Ну, Нарубин, скорее всего, справился с ударом. В последний момент его увидят. Потому что Еременко, видите, как с носка пробил из-под гущей игроков. И вратарь сумел сложиться. Еще где-то секунд двадцать играть в основное время этого матча. Натхоам. Проникающая передача в штрафную. Очень крупную победу хочет одержать Рубин. Но и без того получается достаточно убедительно и увесисто. Сергей Кисляк пробил поворотом. А Курбан Бердыев по-прежнему задумчив. Ну, еще рано улыбаться. Действительно, десятое место. Что это за место для двукратного чемпиона России? Наверное, все-таки будем ждать от Рубина в концовке этого сезона. То есть в следующем туре и потом по весне совсем другой игры. Тем более, что неизвестно, как там выступит зимняя межсезонья. 3-0. Поздравляем болельщиков Рубина с победой над принципиальным для болельщиков Рубина соперником. И, конечно, один из героев этого матча. Мирос Натхо, который забил первый гол в нынешнем сезоне. Олег Кузьмин тоже отметился первым голом в нынешнем сезоне. А вот Соломон Рандон уже шестой раз поражает ворота соперников. Вот там Соломон Рандон под 99 номером довольный бредет благодарить своего соперника за хорошую игру. Рубин побеждает. Побеждает уверенно. И у нас готово интервью с Станиславом Черчесовым. Наверное, слово главному тренеру Амкара пора бы уже и дать. Тем более, что Станислав Черчесову всегда есть что сказать, вне зависимости от исхода матча. Тем более, что Станислав Соломонович очень много говорил с арбитрами. И вполне возможно, какие-то интересные детали из того, что он говорил, нам в эфире выдаст. После матча с нами главный тренер Амкара Санислав Черчесов. Что не получилось сегодня у вашей команды, на ваш взгляд? Ну, понятно, что на непростой матч мы настраивались. Он, в принципе, так и получился. Во втором тайме сначала преимущество было, как на вашей стороне. Явно что-то вы сказали своим ребятам. Какие настройки своей команды поменяли в перерыве? Не, ну понятно, что перерыв в таких играх, особенно после первого тайма, пошел на пользу. Другое дело, что второй гол чуть-чуть наш пыл, что ли, убавил. Поэтому третий гол надо посмотреть, по-моему, с явным нигром. Вот эти замены, которые Курбан Бердыев совершил, как-то повлияли на ход встречи? Насколько серьезно поменяли ли рисунок игры Рубина, на ваш взгляд? С чем вы, как раз, может быть, не смогли справиться? Ну, понятно, что имея в запасе таких игроков, конечно, всегда, особенно на таком поле, и подспорья, когда выходят игроки, которые классом еще неизвестно, кто лучше, который на поле или который в запасе. Конечно, усиливают. Большое вам спасибо и удачи в чемпионате. Ну что ж, друзья, тем временем у нас уникальная в своем роде ситуация. Александр Рязанцев прощается с казанской публикой и бежит к болельщикам раздавать подарки, футболки. И болельщики, конечно, его благодарят. Последний матч в Казани Александра Рязанцева в составе Рубина. Здесь целая война за эти футболки. Рязанцев раздает, как на плакате Астапа Бендера, помните, в 12-й листовке разбрасывают. Здесь вот Рязанцев раздает футболки. Но здесь совсем другая, конечно, чем в 12-й стульях история. Так или иначе, Александр Рязанцев в следующие два матча в составе Рубина проведет уже в гостях. Будет это в Москве и в матче против клуба «Зюльты Варигем» в Бельгии. Так что надо сказать, что с Александром Рязанцев действительно трогательная такая история. Он несколько славных лет отдал Рязанцев казанскому Рубину, забил супергол на Кампно. Один из самых красивых, как я понимаю, вообще в истории этого великого стадиона. И вот Александр Рязанцев переходит в питерский «Зенит». Это, как выяснилось, уже не слухи, а самая настоящая правда. Александр Рязанцев – восьмой номер. Футболист, которого очень любят и журналисты за его обстоятельные интервью, за его знаменитые «Извините, пирожки» – это все штуки, придуманные Александром. И надо сказать, придуманные как нельзя, кстати. Так еще от интервью никто не открещивался. Вот такая трогательная церемония прощания. Мы, конечно, пока еще отстаемся. У нас еще будет интервью, причем с также героем сегодняшнего матча. Но пока под музыку Александр Рязанцев бежит к каждой из четырех трибун, чтобы раздать подарки. Ну, для пущей, наверное, не мне советовать в этой ситуации, но все-таки Рязанцев мог бы оставлять еще и автографы на прощание. Это был бы какой-то все-таки символизм. Все. Аплодисменты Александра Рязанцева казанской публике. Несколько действительно стоящих лет отдано этой команде. Ну и вспоминаем, что именно из рубина Александр был приглашен в сборную России по футболу. Он впервые был приглашен в 2011 году и в отборочном турнире к чемпионату мира даже сыграл один матч и сделал голевую передачу. Был это в матче с командой Люксембурга. Как вы помните, прощаются с Александром Рязанцевым. Там были дружеские объятия с Сергеем Рыжиковым. И объятия, конечно, руководства. И вообще любое прощание – это всегда как-то по-особенному. Давайте послушаем, что скажет Александр Рязанцев. Восемь лет там промелькнул улыбающийся Курбан Берды. Прощание со стадионом Центральный, прощание Казани с футбольным годом. Ну и прощание Казанской публике с Александром Рязанцевым. Немного даже грустный вечер. Громадное количество людей проходит мимо нашего корреспондента. И пора бы уже зацепить кого-нибудь из виновников сегодняшнего футбольного торжества. И Соломон Рандон счастливый. Нападающий Казанского Рубина, Соломон Рандон. Как себя чувствуете после травмы? Очевидно, не готовы еще весь матч играть. Но все равно кондиции уже приходят, наверное, в норму. Ну и прощание Казанской публике с футбольным годом. Я, возможно, почувствую уже немного минуты на поле. И сегодня он говорил до этого, что выпустит. Поэтому старался как можно больше помочь команде. В предыдущей встрече была возможность практически так же сразу после выхода на замену забить. Сейчас вот практически так забили. Насколько это важно психологически для того, чтобы вернуться вновь в игру? В начале, в моменте, когда ты делал гол, сегодня, когда ты делал гол, сколько ты делал гол, сколько ты помогаешь психологически для того, чтобы у тебя в игру? Да, да, правда, что наша intention – это, да? Легать с хорошим ритмом, пытаться к распоряжению с динамиками, которую у тебя сегодня сегодня. И на сегодняшний день гол не грелал Европей. Но, как я уже говорил, то, как я уже говорил, сегодняшний гол, и это самое важное, что нужно быть sempre концентрироваться. Могу сказать, что самое главное сейчас для меня – это получить игровой ритм и войти в динамику команды. И думаю, что гали сами по себе придут в дальнейшем. Большое вам спасибо и спасибо. Поздравляем Соломона Рандона с возвращением в большой футбол. Рубин Амкар 3-0. Для вас работал Роман Нагучев. Счастливо и удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушка, а вы застрахованы сегодня вечером? Аккумуляторы премиум класса «Веста». Уверенный старт при пониженных температурах. Увеличенный срок службы. Три года гарантии. Премиальное качество для легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. «Веста». Pretty powerful. Как будет выглядеть бизнес-класса в будущем? Он рожден, чтобы дать свой ответ. Выразительный облик. Впечатляющее пространство интерьера. Исключительный комфорт. Настоящее удовольствие от вождения. Теперь все точки над «и» расставлены. Новый Hyundai i40. Бизнес-класс. Русская радио. Русская радио. Все будет хорошо. Русская радио. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, что надо знать болельщику до начала игры на канале НашФутбол Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, телекомпания НТВ+, Лига ТВ с удовольствием представляет вам программу канала НашФутбол 90 минут плюс Меня зовут Георгий Черданцев, все очень интересно, зрелищно, чемпионат классный Под влиянием ли Италии, под влиянием необходимости менять и придумывать Боюсь, что это будет под влиянием Шмурмана Купил Нет, ну подожди В прошлом году сам Картер говорил, что париоха, это система париоха Я думаю, что еще раз я не помню Но я думаю, что Терекс я не помню все раз Правильно, Валерий? Я бы этого не сказал Вы этого не сказали? Бы Нету знака равенства между качеством и зрелищем Попробуй Мужчина Слышь, ты сразу на мужчину сам попробуй Прохладить, солдат Красавец Выводы делайте сами С чем? С тем, чтобы было Продолжай Это тебе за поездку в лифте, гости Помогай, коллега Женя, золотой горы Знаете что, меня больше всего в этом туре порадовало сегодняшнюю программу Извините за чушь, которую вы пронесли Это Гриностоп И мы его приводящие Антон Орех, Михаил Шац Ну меня вы знаете Уверенны вы, Василий, что не надо вас представлять Добрый вечер Добрый вечер Как по-армянски будет поздравляем с праздником? Пятьяму 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 Спагетти И одна фраза Одна цитата Уже отзыва о нашей программе Вот она Снимаю шлем Перед программой Гриностоп-шоу Петр Чек Ну я бы так сказал Сочетание неприятного с бесполезным В каком-то смысле да Так он символизирует КТ у нас Я прошу немедленно открыть дверь Не, не, не подумайте что Я только об этом думаю Ну просто Рибери И развивайся Но для этого есть администратор в любых командах У человека с лицом Рибери попросить что-то требовательное Особенно что-то из его гардероба Это большой подвиг Мне же захотелось завтра сесть на машину В Химке Отправиться в Химке Провести там прекрасный день И потом у людей И все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА